Итоги уходящего вторника Планируется отработать взаимодействие всех служб города и сил гражданской обороны В начале было слово. В Беларуси отмечают День славянской письменности и культуры Мы должны обращаться к событиям, которые происходили 200, 300, 500 лет тому назад Кто стоит у истоков? А также зерно на вес золота, плюс к цене и без пяти минут лета В страну придет жара, надолго ли тренд? День славянской письма Как не угодить в лапы преступников, знает Ольга Васенда Татьяна Иванова. Имя вымышленное. Каждый час звонит своей маме То, что на днях с ней произошло, у дочери просто не укладывается в голове Пока та была на работе, пенсионерке позвонил якобы следователь и сообщил, что ее сын попал в аварию Сбил человека. Чтобы решить вопрос, нужно заплатить Женщина, не сомневаясь, пошла на отчаянные меры Отдала последнее сбережение – 3000 рублей Приезжаю домой, спрашиваю мамы Мама, скажи, пожалуйста, почему ты не ложишь трубку у телефона? Почему у нас все время занят телефон городской? А она мне говорит Так как? Тут следователь звонил И сказал, чтобы я не отключала связь По времени, я так понимаю, что это длилось пару часов Потому что, ну, чтобы она не смогла никому позвонить Чтобы родственники не могли пройти инициативу и позвонить в милицию В общем, приехал курьер, которому она отдала деньги Похожих историй в последнее время становится непростительно много Каждый день на уловки телефонных мошенников попадаются десятки пожилых людей Суть всех обманов одна – доверчивость Теперь аферисты чаще звонят на стационарный Погружают своих жертв в стрессовые ситуации так, что те не успевают опомниться И в мгновение ока отдают все, что копили долгие годы Что хотел бы посоветовать всем жителям Республики Беларусь, в частности Жителям города Бобруйска При совершении звонков по телефону и сообщений им О том, что их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий Незамедлительно связывались с теми родственниками, про которых идет речь И уточняли в действительности, происходило ли какие-либо события по факту ДТП Свести концы с концами непросто Однако тех, кто наживается на чужих кошельках, находят За неполные два месяца в стране заведено более 200 уголовных дел Задержано порядка 70 человек Жуликам пенсионеры отдали более 3 миллионов рублей Жертвами аферистов становятся и дети В соцсетях им предлагают поучаствовать в розыгрышах В мессенджерах рассылают предложения о работе Или вовсе просят контакты родителей Втереться в доверие к ним проще простого Блокировать сайты с запрещенным контентом Отслеживать местоположение ребенка и установленные им приложения Можно через родительский контроль В Play Market и App Store мамы и папы могут выбрать программу под свои запросы Всего пару кликов и спокойный сон обеспечен Чтобы не попасться на крючок аферистов Поможет и акция Декада кибербезопасности Которая продлится до 1 июня Специалисты уверяют, чем раньше начать объяснять детям Главное правило цифровой гигиены Тем прочнее они усвоятся и тем больше шансов защитить молодежь от хитрых уловок мошенников Ольга Васенда, Кристина Арианц, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Сигнал общей тревоги В Бобруйске проведут учения в условиях мирного и военного времени С 25 по 27 мая отработают действия органов управления и сил госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны За три дня специалисты столкнутся с большим спектром чрезвычайных ситуаций от паводков до пожаров Будут моделироваться многочисленные аварии на объектах жизнеобеспечения И отрабатываться действия всех служб в ситуациях максимально приближенных к реальным Каждая аварийная ситуация несет с собой целый спектр угроз Планируется отработать взаимодействие всех служб города и сил гражданской обороны Также на 26 мая запланирован запуск электросирены Ее работоспособность проверят с 7 до 9 утра Учение плановое проходит раз в 7 лет Весенняя работа, долгожданное тепло и купальный сезон Милиция напоминает о правилах поведения в местах массового отдыха Сколько заплатят нарушители Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси завершили посадку кукурузы Перевыполненный план сева яровых Семена гречихи должны еще лечь в почву на 20% запланированных полей Просто 22% Площади под эти культуры увеличены, чтобы полностью обеспечить потребности страны По итогам 2021-го вклад малого и среднего предпринимательства ВВП страны составил почти 27% Выросло и количество тех, кто решил впервые самореализоваться в бизнесе Преимущественно за счет ИП и микроорганизаций В топе торговли, ремонт автомобилей, строительства и промышленность В республике подорожало автомобильное топливо 92-й теперь стоит 2 рубля 26 копеек 95-й дизель 2,36 98-й 2,58 К слову, Беларусьнефть в этом году модернизирует около 30 СС В планах также реконструкция устаревших и строительство новых заправок Милиция напоминает о правилах поведения в преддверии летнего сезона Закупание в запрещенном месте грозит штраф до 96 рублей За разжигание костров до 384 Распитие алкогольных напитков помимо 480 рублей Может дойти до административного ареста и общественных работ В Беларусь ненадолго придет жара Воздух в среду прогреется до плюс 25 градусов Днем прогнозируется переменная облачность Кратковременные дожди только по западу В остальных районах без осадков Ночью и утром слабый туман Водителям и пешеходам нужно быть осторожными Похолодание стоит ждать уже к выходным Контрольное взвешивание В Беларуси вступили в силу летние ограничения для большегрузов Действовать они будут до конца августа При дневной температуре выше 25 градусов С 11 утра до 8 вечера По асфальтобетонному покрытию Можно двигаться только транспорту С максимально допустимой нагрузкой на одиночную ось 6 тонн Исключение перевозчики животных Цветов, гуманитарной помощи, дорожных битумов, опасных грузов, зерна и комбикормов Ответственность за управление транспортным средством тяжеловесным Равно допуск такого транспортного средства к участию в дорожном движении Предусмотрена статьей 18.37 Кодекса административных правонарушений И влечет наложение штрафа от 5 до 50 базовых величин А уже с 25 мая автомобили в светлое время суток Должны будут передвигаться с включенным ближним светом фар Штраф за нарушение до 96 рублей ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными При движении вблизи детских учреждений Проезды нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах Майский ветер треплет ленты В Бобруйске последний звонок прозвенит 30 мая Прощай школе скажут почти 111 классников города Торжество начнется в 14 часов на Площади Победы Ребят поздравят творческие коллективы После традиционная праздничная колонна прошествует до Площади Ленина Экзамены абитуриенты будут сдавать с 1 по 9 июня А уже 10 числа по всей стране пройдут выпускные вечера для 150 тысяч учащихся Проведут их в учреждениях образования В честь создателей кириллицы в Беларуси отмечают День славянской письменности и культуры Считается, что она была создана в 9 веке, примерно в 863 году Новый алфавит получил название по имени одного из братьев, Константина Который, приняв монашевство, стал Кириллом Помогал ему в деле просвещения народов старший брат Мефодий На базе Аграрно-экономического колледжа в преддверии праздника развернулась тематическая площадка Конечно, должны помнить и героизм наших дедов и прадедов Мы должны чаще говорить о великой победе, добытой в мае 1945 года Но, наверное, мы должны также обращаться и к истокам Мы должны обращаться к событиям, которые происходили 200, 300, 500 лет тому назад Здесь презентовали и факсимильные издания Франциска Скорины Среди них псалтырь, книга Левит, Есфирь и Царств Учащиеся колледжа подготовили и спектакль В основе постановки жизни выдающегося деятеля культуры Ведь именно с него началась история белорусского книгопечатания Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»